Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Начинается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Игорь Рысев. В ближайшие два часа мы будем вместе с вами на волне 101.0 FM. Да, всё именно так. Мы с вами успеем за это время пообщаться и о теме, которая за последнее время стала близка не только Свете в силу специфики её проектов, но и даже, наверное, честнее мне поговорим о детях. Наша первая тема, да, в Кирове открылся Центр поддержки семьи с детьми с особенностями развития. У нас есть небольшой опрос по этой теме. Слушатели, вы можете заходить к нам на сайт www.hackero.ru. Вопрос звучит следующим образом. В Кирове не хватает бесплатных центров. Задумайтесь, пожалуйста, каких центров нам с вами не хватает. Будете недалеко от интернета, пожалуйста, зайдите на сайт, проголосуйте. Давай, наверное, просто для примера, хотя бы, чтобы вы понимали, как ориентироваться здесь. То есть мы имеем в виду, ну, по крайней мере, в нашем опросе психологической поддержки, юридической помощи, культуры творчества, консультирования молодых многодетных семей, помощи в вопросах ЖКХ, ну и так далее. Ну, реабилитация алкоголиков и наркоманов. Ну, вот подобных центров. Каких центров вам не хватает? Вы можете также заходить на нашу страничку ВКонтакте. Там точно такой же опрос. Но что касается сайта, у нас там радио-видео-трансляции также есть. Можете таким образом к нашей беседе тоже подключаться. Можете увидеть студию наших гостей. Наши координаты. Номер для звонков 708-502. Мы, конечно же, в прямом эфире работаем. Мы есть еще номер для ваших смс-сообщений 8909-720-101-0. Пишите вначале. Обязательно подписывайтесь. Ну что, я озвучу, какие темы у нас сегодня будут еще. Кировчан научит разбираться в финансовых вопросах. Такая небольшая тема. У нас на связи будет Елена Ковалева, глава департамента финансов Кировской области. Это в этом часе. В следующем часе у нас придут гости Роман Веселков и Николай Голиков. О чем будем говорить. Вот наступит час следующий. И, в общем-то, все карты я раскрою. И уже в конце нашего эфира будет, как всегда, историческая викторина. Проводит ее Роман Веселков. Не знаю я, честно, что он загадал сегодня. Дом, это улица или какой-то объект, может быть. Ну, в общем, что-то, что имеет яркую историю, о чем можно рассказать. Он нам расскажет. Наша с вами задача будет угадать, что это. И ваша задача – позвонить по номеру 708-902, и получите вы за это хороший приз. Так что оставайтесь с нами до конца нашего эфира. Много всего интересного будет. Ну и вначале наша небольшая рубрика. Мы поздравляем тех, у кого сегодня день рождения. Начну я, открываю я газету «Бизнес-новости» предпоследнюю страницу. Как всегда там написано, у кого день рождения, из людей, которые живут на просторах нашего города, люди известные. Вот сегодня отправляются мои поздравления Сергею Смирнову, это генеральный директор Кировского завода «Маяк». Поздравляем от всей души, всего самого хорошего мы вам желаем. И также человек, который частенько бывает в нашей студии, моя знакомая, человек, которого я очень уважаю, это Дарья Ткачева, руководитель проектов молодежно-творческого центра. Даша, если ты сейчас где-то в досягаемости наших радиоволн, мое им самое-самое искреннее поздравление. Желаю тебе всего самого хорошего, и, в общем-то, пусть творчество развивается в твоем. И, в общем-то, и все. Поздравляю этих людей сегодня. Я бы хотел поздравить, в свою очередь, не наших земляков, а из далеких разных стран. Сегодня день рождения у замечательного французского актера Фернанделя и Энрике Глесиаса. А также сегодня формально последний альбом был выпущен в 70-м году у Beatles' Let it be. Вот так вот, хороший день, мне кажется. В общем-то, за окном светит солнце, и хотя не очень-то и тепло, утром было всего лишь плюс один, но к вечеру будет аж вот, ну вот я смотрю сегодня... Днем, говорят, будет 18, а к вечеру вообще непонятно. Нет-нет-нет, вот ошибаешься. Вот выходите на улицу в 15-16 часов, там будет 11-10 градусов, но, в общем-то, потеплеет. Ясно, светит солнце. Майский день, восьмое сегодня число, на часах 11-10. И мы начинаем нашу первую тему. Представляю я гостей. У нас в студию уже подошли Елена Лянгузова, это руководитель Центра поддержки семей с детьми с особенностями развития. Здравствуйте. Добрый день. И также Ольга Шебека, это специалист по благотворительным акциям общественной организации родителей детей-инвалидов. Дорога и добра. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, вновь мы говорим про ваш Центр. Открытие, уже все, уже открываетесь вы, да? Открылись. Открылись, да. Ну, я имею в виду, что начинаете свою непосредственную деятельность в этом Центре. Как прошло открытие? Долго, долго ждали этот Центр. И получили, и потом еще ремонт, и деньги собирали. Давайте обо всем подробно. Помещение мы получили полгода назад, в ноябре 2013 года. Шесть месяцев мы делали перепланировку, ремонт, закупали оборудование, мебель. Где Центр находится? Егоровская, 4, это Юго-Запад. Заезд с солнечной, либо с производственной. Потом был ремонт. Ремонтировали, денег на это не было. Деньги собирали благотворительное. То есть все, что сделано в Центре, в плане перепланировки и ремонта, это полностью благотворительное пожертвование. И мы благодарны всем частным лицам и организациям, кто приложил к этому свои усилия, и волонтерам, которые участвовали в ремонте. Давайте поподробнее о Центре. Хотя мы и говорили уже не единожды в этой студии об этом. Наверняка есть слушатели, которые не в курсе, что это за Центр, что там будет происходить, с какими детьми вы будете работать, что там будет. Мы намеренно назвали Центр не детский Центр, а Центр поддержки семьи. То есть работа будет со всей семьей. Это будут и занятия с детьми, и консультации родителей, и родительские, такие семейные посиделки для семей, у которых только что родился ребёнок. Потому что когда ребёночку год или два уже можно ходить на занятия, а семьи, у которых только родился ребёнок, когда он от нуля до года, они полностью выпадают из жизни, они замыкаются, как правило, в своей такой ракушечной стадии. И мы хотим сделать, мы их назвали субботницы, по субботам будут собираться семьи с малышами, у которых родился особенный ребёнок. И это уже взаимоподдержка. То есть здесь будет поддержка и со стороны специалистов, и со стороны нас, родителей, и взаимоподдержка между семьями. Подобного Центра нет. Нет. В этом и уникальность, потому что раньше получалось, что приходилось родителям, детьми со своими ходить в разные места. Вот про это вот такое кочевание. Расскажите, что сейчас всё централизовано в одном месте, при этом с детьми, которым там не сколько-то исполнилось, а прямо с первых дней. Занятия с детьми проводятся в Кирове. Есть центры социальной помощи, есть реабилитационные центры. Уникальность нашего центра в том, что он создан родителями. То есть мы больше знаем потребности наших семей и ближе, что ли, к ним. И здесь будет централизовано в одном месте и занятия, и консультации, и праздники для семей, и собрания. То есть всё в одном месте и всё как бы в одном ключе. То есть специалисты будут работать в команде. Они будут знать ребёнка со всех сторон. И психолог, и логопед, и дефектолог, и разные специалисты. С первого дня жизни. Да. Ну вот до этого, да, Ольга, как это уже было? Ну до этого было, конечно, посложнее, потому что дети могли, родители могли водить своих детей или на занятия в центр соцподдержки, или в реабилитационный центр. Наши занятия тоже ввелись там. Мы же всё равно ввели какую-то работу. Даже когда у нас не было своего центра, нас пускал тот же центр соцподдержки, допустим, там час-два в неделю давали нам помещение, мы могли там проводить свои занятия. Ну вот это так было очень разрозненно всё. Родителям, конечно, тяжело было там сегодня в одно место ехать, завтра в другое. С детьми. С детьми, со своими, конечно, в детском фонде. С детьми, которые, ну, всё-таки, ну, болеют. Это не так уж легко взял, добрался. Ну да, тяжеловато передвигаться иногда бывает на самом деле. Вот, а сейчас, то есть они знают, что вот есть место, есть там, ну, мы называем его наш дом. Это действительно ваш дом, потому что, я так понимаю, у организации у вашей вообще не было никакого помещения. Хотя проектов у вас много и много, что вы делаете, а как раз вот места какого-то своего до этого не было, наконец-то появилось. Да. Очень важно, что рабочее место появилось для руководителей проектов, потому что собирались мы на кухне у нашего председателя и волонтёров туда же приглашали. А сейчас у нас есть место, куда мы можем позвать волонтёров обучать, где мы будем обсуждать наши проекты. То есть такое вот. Давайте о детях поподробнее. Какие это дети? Дети самые разные. То есть уникальность ещё наша одна в том, что мы вообще не делим детей по диагнозам. То есть принимаем там с любыми, какие бы ни были нарушения, мы всегда найдём. Или среди своих специалистов, кто сможет оказать поддержку, проконсультировать, чем-то помочь. Или порекомендуем, куда обратиться в крайнем случае. То есть дети самые разные, с различными нарушениями, с интеллектуальными, психическими, органическими, нарушениями работы внутренних органов. То есть даже сложно сказать, потому что спектр на самом деле, какая есть особенность у ребёнка, с той и работаем. Я могу сказать, кто чаще обращается. Есть группа детей с особенностями развития, у кого достаточно много возможностей, даже в Кирове, кто может куда-то пойти. Есть те, кого практически никуда не принимают. Это какие? Это дети с аутизмом, дети с генетическими аномалиями, хромосомные, генетические. Дети с интеллектуальными нарушениями и нарушениями эмоционально-волевой сферы. То есть проблемами поведения. Абсолютно логичный вопрос. Специалисты кто? Их до этого не было, центр открыли. Где взять специалистов? Специалистов взять очень сложно. Это полдела найти помещение и сделать ремонт. И вот просто глобальная такая вещь – это найти нужных людей. И на самом деле пришлось… Половина наших специалистов – это родители. Я вот не совсем понимаю. У нас есть, в общем-то, и факультеты, которые выпускают специалистов, которые должны, в общем-то, работать с такими детьми. Куда они уходят? Сложно сказать. У нас тоже всегда возникает этот вопрос. Ну, то есть вы знаете уже какие-то факультеты, какие возрасты. Вы просто искали этих людей? Мы искали, мы искали уже три года, ищем спецпсихолога. И вот сейчас у нас работает спецпсихолог, но она совмещает небольшой промежуток времени получаться. То есть не получается охватить всех детей. Она уже давно работает с детьми и с аутизмом в том числе. Единственный спецпсихолог, которого мы нашли в Кирове. А молодежь, которую мы пытались привлечь, у нас каждый год выпускается, пединститут выпускает спецпсихологов. И куда они уходят? Причем… А вы обращались в УСНУ? Вы предлагаете, и что они вам отвечают? Почему они идут или куда они собираются? Мы очень большие надежды возлагали на семинар по аутизму, который мы проводили осенью прошлого года, куда пришли около ста специалистов. И мы прям клич кинули, что кто хочет работать с нашими детьми. В итоге из ста специалистов ко мне подошло около десяти. При этом семинар проводили люди, которые приехали из Москвы. То есть это стоило денег. Вы затратились на это для того, чтобы провести семинар, чтобы специалисты наконец-то появились. Пришли выпускники данного факультета, поприсутствовали. Да, поприсутствовали. Из ста человек десять ко мне подошли, заинтересовались. Но из этих десяти так никто и… После того, как я сказала, какие дети, с какими сложностями, никто к нам потом не перезвонил и не пришел. Копали глубже, встречались с деканом факультета, с педагогами. Ну вот она проблема, очевидно. Нам говорят, что они уходят в разные структуры, где платят деньги в ведомственные какие-то структуры. То есть не к детям. Они уходят работать специалистами, психологами, но с детьми работать очень сложно, очень энергозатратно для себя и невыгодно в финансовом плане. Вот я сейчас работаю, наконец-то, тоже хоть чуть-чуть, но с детьми и говорю абсолютно обратно. Не энергозатратно, а наоборот, ты получаешь намного больше. Поэтому это… Не знаю. Ну это надо понять и почувствовать на самом деле. То есть у каждого человека свой опыт какой-то, может быть, есть. У вас он такой удачный. А какая-то кропотливая работа, может быть, отпугивает. Люди, на самом деле, может быть, боятся, что они отдадут больше, чем получат. Ну вот такое у них отношение. Как проблему решать? Есть дети, с которыми надо работать? Наконец-то есть помещение, где можно работать. Как работать? Ну, что касается психолога к нам, я целый год мучилась этим вопросом. И мне коллеги мои говорили, Лена, когда придёт время, он придёт сам, психолог. И случилось чудо, к нам пришла девушка, которая уже работает, и сказала, я хочу попробовать пока поработать волонтёром, то есть мне даже зарплату не надо. Мы на неё очень большую надежду возлагаем, пока даже не буду говорить, кто это. А по поводу, например, работы с неговорящими детьми, мы так и не смогли найти специалистов. И мы, вот я и ещё у нас тоже мама особого ребёнка, мы получили второе образование в Институте развития образования. Я по первому образованию врач, сейчас учитель логопеда. Ну, то есть специально приходится выкручиваться самим. Кого ещё не хватает, да? Давайте мы всё-таки озвучим. У нас многие слушают, возможно, кто-то сейчас как-то и задумается. Ну, сейчас пока на ту группу, которая у нас набрана, детей, у нас есть два учителя-дефектолога, два учителя-логопеда и психолог. Пока мы попробуем работать до конца этого учебного года с этой компанией, с этой командой. А с учебного года, я думаю, что потребности будут больше. Сейчас люди о нас узнают, детей больше придёт. И вот эти основные три специальности – учитель-логопед, учитель-дефектолог и специальный психолог, которые нам необходимы, музыкального работника ещё бы одного. У нас есть музыкальный руководитель, но он уже не справляется с тем количеством занятий. А на музыку мы тоже очень большие надежды возлагаем, потому что результаты дети дают. Поэтому музыкального работника ещё бы одного было замечательно. По адаптивной физкультуре тоже специалиста один есть. Но тоже, я думаю, что нагрузки будут расти, нам потребуется. Танцы мы хотим со следующего года начать. Театральная студия. Хотелось бы кого-то креативного, кто не боится особенностей детей, а сможет их… Здесь вот, я не знаю, может быть, как-то изменить отношения, чтобы люди не боялись с такими детьми работать. Может быть, я не знаю, ещё какие-нибудь проводить акции, семинары, приглашать кого-то из Москвы, кто уже работает с такими детьми, как раз вот такие вот креативные, зажигательные, которые делают легко, это как-то непринуждённо с любовью, чтобы они как-то заражали тех, кто здесь, кто мог бы тоже как-то поучаствовать. Это у нас уже стала традицией, каждый год в октябре мы приглашаем кого-то из Москвы, и в этом году мы тоже будем приглашать из Центра лечебной педагогики специалистов. Мы туда съездили сами на стажировку и увидели потрясающих людей, потрясающие результаты, причём дети у них там очень сложные, ходят, которых никуда больше не берут. Это тоже общественная организация, созданная специалистами и родителями совместно. И мы у них научились альтернативной коммуникации, то есть есть дети, которые не говорят и не заговорят, и с ними не работает никто у нас в Кирове, а на самом деле существуют альтернативные методы общения, не обязательно общаться словами. В итоге же очень много, на самом деле, и по разным заболеваниям, много всего, и здесь только учиться, учиться, и главное — желание. Я на самом деле лично возлагаю огромную надежду на ваш центр. Я просто бываю в других городах и вижу, как, например, в Москве, ну понятно, что там всё по-другому, так или иначе, как там всё поставлено на поток, сколько делается для детей даже с аутизмом. И очень хочется, чтобы наконец-то здесь вот есть уже помещение, есть ресурс, есть возможность, чтобы это развивалось, чтобы наконец-то и люди тоже появлялись. Ну и до этого можно было тоже, например, в детский фонд помещения. Мы же очень дружим с детским фондом, мы там проводили какие-то и проводим мероприятия. Но всё равно это их помещение, у них там всё занято. А по поводу просветительской работы я просто могу сказать, конечно же, мы это делаем, но мы же не можем там каждый месяц, каждую неделю людей чем-то публику нагружать. Я могу рассказать, просто, видимо, уже это достаточно точно. К нам приедет мальчик из Москвы, очень интересный. Он не ходит, но он с совершенно потрясающим жаждой жизни и деятельный, активный, очень интересный мальчишка. Он в кино снимался, там 10 лет назад был героем фильма о людях с ограниченными возможностями. О любви. Да, о любви называется фильм, да. Он там рассказывал, как любит своих одноклассниц. И мы его приглашаем провести так называемые уроки доброты. То есть мы просто хотим прийти с ним к студентам, к школьникам и показать, что на этом жизнь не заканчивается и как можно жить, невзирая ни на что. И он расскажет сам, очень интересно, он и инклюзивными танцами одно время занимался, и театром. То есть мальчишка сейчас, он учится в институте, студент, обычного института, обычный студент. Вот, и то есть, ну, такие способы какие-то. Мы разные-разные способы пытаемся использовать, чтобы показать людям, что, да, как бы, ну, просто дети, ну, просто взрослые. Ну, там есть какие-то трудности, у кого их нет. А вы уже с школами, институтами договаривались? Предварительно договорились. Ну, сейчас мы программу ему составляем, чтобы просто как можно больше он успел рассказать. А когда это будет? Когда он приедет? Значит, он приедет 17 мая, он приедет на наш фестиваль «Солнечный лучик», мы его специально приглашаем. И в воскресенье, вот он будет на празднике тоже воскресном. А потом в понедельник и вторник он еще здесь будет находиться, и как раз вот мы хотим его, как бы, пригласить и пообщаться с людьми просто. Учебный год, ну, сейчас уже не касаемо вашего центра, учебный год подходит к концу. Что касаемо инклюзивного образования, что-нибудь, какие-то подвижки в этом направлении есть? Что касается и школ детских садов? Что касается детских садов, да, еще одна инклюзивная группа открылась, открывается в 109-м садике с июля. Наверное, набраны уже детки, это будет снова четверо детей с инвалидностью и остальные дети обычные. И выделена ставка тьютера на эту группу. Обещают открыть еще инклюзивные группы в новом детском саду на Зональном. Точно не помню, какой там номер детского сада, он только-только открывается, это совсем вновь построенный детский сад. Вот это то, что удалось пока по детским садам. Два детских сада будет инклюзивным. По школам индивидуально решаем вопросы. Мальчик тоже у нас занимается с аутизмом, они идут в первый класс. Школа согласилась попробовать взять его в обычный класс. Там психолог очень заинтересованно, она едет на семинар международный по аутизму. И берут в первый класс с обычными ребятами. Давайте напомним для слушателей, инклюзивное образование, когда дети с особенностями учатся в обычной школе, в классе со всеми, детский сад точно так же. И при этом им созданы условия, которые позволяют им это делать. Без условий, конечно, никак. Если сейчас нас слушают родители, у которых такие вот детки, куда им обратиться для того, чтобы попасть в эти инклюзивные группы, классы? Ну, у нас есть специалист тоже, наша мама, она работает в Институте развития образования, она консультирует семьи по вопросам инклюзивного образования. На самом деле не всегда это возможно бывает вследствие каких-то особенностей ребёнка. То есть тут нужно выбрать оптимальный вариант в обычную школу или садик идти, или в коррекционную, или какую-то группу при обычном садике. То есть очень индивидуально нужно каждой семье подходить, и она как раз как, и как специалист, и как мама консультирует. А как, кстати, это востребовано? Наверное, многие родители хотят, чтобы дети попали в такие группы, а места мало? Или, наоборот, родители ещё не совсем как-то знают, что это такое, какая выгода от этого будет ребёнка? Потребностей гораздо больше, чем возможностей. Да, ну в любом случае, вот я хочу сказать, что можно просто позвонить по телефону организации 44 75 10, и просто направить к нашему специалисту, вот к этому, по инклюзивному образованию, она консультацию полностью даст. Ну, про координаты и связи с вами, что касаемо центра, тоже, если кто-то сейчас услышал впервые, и понимать, что сейчас наконец-то можно обращаться к вам, всё в одном месте, помощь, консультация. Как вас искать? Запись по телефону 44 75 10 на консультацию, то есть нужно озвучить свою проблему, и вас запишут к специалисту, либо просто к нам, например, ко мне, как к руководителю центра, и мы уже решим дальше, что вы хотите занять, какие-то у вас нужны для вас консультации, индивидуальная помощь. Вы только начали с вами говорить об этом центре, не сегодня, а много-много дней назад. Вы говорили то, что помощь будет не только детям, вот родился ребёнок, можно к вам уже приходить, а когда он ещё вот находится в утробе матери. Да, мы очень сотрудничаем с перинатальным центром, они приглашают нас. С беременными, правда, общаться ни разу не приглашали, обычно, когда уже рождается ребёнок, и вопрос у мамы стоит, что дальше и куда, и особенно если какие-то сомнения по поводу оставить для ребёнка в семье или нет, они приглашают, и мы встречаемся с этими родителями, показываем наших детей, в гости приглашаем. Это происходит как-то по рекомендации врача или как? Врачи сообщают в их кризисный центр, при перинатальном центре есть кризисный центр, где работают психолог и социальный работник, и вот как раз с социальным работником мы очень дружим уже сейчас, и она просто звонит мне и приглашает, мы у неё в кабинете общаемся, либо приглашаем потом уже после выписки семью к себе в гости. Не могу я, конечно же, не сказать про 18 мая, скоро у нас с вами большое дело, большой праздник, вместе мы с вами его делаем. Расскажите, давайте вы, что там будет? Ну да, это будет большой, инклюзивный, то есть совместный семейный праздник «Оранжевое лето». Мы его назвали, правда, 17 мая, это ещё не совсем лето, но так, в ожидании лета. И это мероприятие у нас уже традиционное, когда мы просто наших детей и детей обычных, и вот в этом году ребята из школ-интернатов к нам присоединятся. Об этом я сейчас расскажу. Да, собираем вместе на одной площадке, чтобы они просто побыли рядом, поиграли, повеселились, провели хорошо время, получили хорошее настроение с семьями, посмотрели друг на друга, повзаимодействовали, ведь в деятельности, в совместной деятельности проще всего налаживать какие-то отношения. И детям с особенностями развития, и тем детям, которые из детских домов, да и, в общем-то, и нашим с вами детям это тоже полезно. Да, и там будет серия просто, в парке Аполло это будет проходить, будет размещена серия там столов с мастер-классами, то есть можно подойти там где-то аквагрим порисовать на лице, где-то там мелом на асфальте, где-то рисунки ладошками, там оригами поделать, тут же брейк-данс, насколько я знаю, будет. Брейк-данс, граффити, да, то есть здесь не только, если детки маленькие, но и для подростков тоже будет много всего интересного, да, это действительно и танцы, и брейк-дансы, и рисунок уже не для маленьких, а будут преподавать уже какие-то такие более серьезные основы рисунка. Выставки будут, будет, не буду рассказывать все секреты, но, в общем, будет спектакль интерактивный, тоже дети смогут поучаствовать, много всего, все это будет 18 мая, и это и ваше мероприятие совместно с нашим мероприятием. Наше называется «Право на творчество», это продолжение проекта «Право на музыку». От музыки перешли мы к фотоискусству, слушатели, как вы помните, и вы в этом тоже участвовали, за что мы вам очень-очень благодарны. Вместе с вами мы собрали фотоаппараты для детей из детских домов, всего у нас участвует в этом проекте 5 детских домов, это около 50 детей, всем мы им передали фотоаппараты, и на протяжении последнего месяца я, и также наша команда, и фотографы-волонтеры, которые к проекту подключились, мы ездили по этим детским домам, всего мы проехали более 2000 километров для того, чтобы добраться до этих детей, провести занятия, только положительные эмоции, занятия проходили прекрасно, и в Мурыгинском детском доме, и вот мы съездили в Вятские поляны, буквально недавно тоже, потрясающие дети там, учили детей фотографировать, и результат этой такой вот мини-фотошколы мы с вами увидим как раз тоже 18 мая, это все будет у нас происходить в парке Аполло, фотографии этих детей. Вчера мы как раз сидели здесь до позднего вечера, отбирали лучшие кадры, спорили, что оставить, потому что фотографий хочется выбрать больше, я на самом деле даже не ожидала, что у детей действительно получаются кадры великолепные. Все мы с вами это увидим, сейчас мы будем печатать фотографии, в общем-то, вот до 18 мая дети приедут с ними, также к нашему проекту присоединился столичный фотограф Владимир Широков, человек, который давно-давно уехал из Кирова и добился фотоискусства многого, фотографирует сейчас знаменитости в Москве для глянцевых журналов, и он тоже захотел встретиться с нашими детьми, пообщаться, рассказать о себе, как у него жизнь сложилась, как он сейчас фотографирует, в общем, какое-то, может быть, напутственное слово сказать, как-то вдохновить на дальнейшее творчество детей. Он с ними встретится, возможно, тоже и на праздник потом к нам подойдет. И все у нас начнется в 12 часов, так что родители, вместе с вашими детьми мы вас приглашаем, 18 мая, парк Аполло, в 12 часов, а в 15 часов начнется у нас концерт, будет музыка, будет детский смех, я надеюсь, будет солнце, хорошая погода, хорошее настроение, так что встречаемся там. Все так? Отлично, да, именно так и будет. И еще лучше. Спасибо вам большое, что сегодня к нам пришли. Поздравляю я вас, наконец-то, центр у вас открывается. Успехов, и чтобы специалисты появлялись. Елена Лянгузова и Ольга Шибека сегодня были у нас в эфире. Сейчас у нас небольшая реклама. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжаясь программа «Дневной разворот» в Кирове, Светлана Удельная, Игорь Жисев, сегодня мы работаем для вас. Ну что, гости вот у нас уже ушли из студии, но я напоминаю, что у нас на сайте и на нашей страничке ВКонтакте мы вас спрашивали опросу, у нас в Кирове не хватает бесплатных центров. Я, Игорь, предлагаю озвучить результаты. Ну, наша аудитория ВКонтакте считает, что в Кирове не хватает бесплатных центров, и я тут, наверное, даже нисколько не удивлен помощью в вопросах ЖКХ. На втором месте культура и творчество. Ну и остальные примерно по-равному распределились. Ну, у меня совсем по-другому. На первом месте более 36% проголосовали за ответ консультирования молодых и многодетных семей. Но на самом деле такой центр есть. Вот еще у нас сейчас открывается, уже открылся центр поддержки семьи с детьми с особенностями развития. Так что, в общем-то, попадаем мы в это очень метко. На втором месте ответ юридической помощи бесплатной. Людям не хватает. И на третьем месте не хватает помощи вопросов ЖКХ. Но это действительно. И сколько, Игорь, мы тут с тобой сидим. И сколько у нас раз мы обсуждали тему ЖКХ. В общем-то, сложно там разобраться. И, наверное, все-таки бесплатной помощи тут бы не помешала. Да, собственно, у нас тут тема, которую мы сейчас затронем, она в этом смысле очень похожа на существование или несуществование каких-либо центров ЖКХ. И о желании, собственно, в этих вопросах наших граждан разбираться в этом. Потому что мы сейчас с вами пообщаемся по поводу вашего понимания и представления о бюджете Кировской области в частности. Ну и о бюджете в целом. Что вы понимаете под бюджетом? И хотите ли вы разбираться в том, как он формируется? Что он из себя представляет? Куда тратятся деньги? Статьи расходов и так далее. Интересно вам это или нет? Это или вот депутаты распределили, налоги собрали у нас, все в порядке. И давайте-ка мы просто будем не вмешиваться в этот сложный тягомотный процесс, а займемся своими делами. Хотите вы поучаствовать в этом или нет? Ну вот у меня такой самый простой вопрос для вас. Нужно вам разбираться в формировании бюджета или нет? 8909-720-101-0. Я вот люблю читать смс, например. А я люблю слышать ваши голоса, слушатели, поэтому 708-502, наш номер телефона. Сейчас мы пытаемся дозвониться до Елены Ковалевой, главы департамента финансов Кировской области. Она нам все пояснит. Вы можете, кстати, тоже сейчас звонить. Если у вас к ней есть какие-то вопросы, мы вас просто параллельно на телефон выведем, и будет у вас возможность такая. Я поясню, что он объяснит. Принято решение проведения конкурсного отбора среди высших учебных заведений на право получения гранта на проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Кировской области. То есть это значит, что будут проводиться какие-то, я не знаю. Это что значит, мы узнаем прямо сейчас. Ибо мы дозвонились уже. Елена Ковалева, глава департамента финансов Кировской области, на связи с нами. Алло, добрый день. Добрый день. Елена Васильевна, расскажите, пожалуйста, что это такое будет? И, в общем-то, с чьей подачей, чья инициатива, подробно обо всем. Ну, хотелось бы сказать, что данный конкурс является результатом проработки программы, которая у нас принята была в конце прошлого года по повышению эффективности управления общественных финансов. Отдельным разделом у нас в данной программе проходят вопросы повышения финансовой грамотности и открытости бюджета. Как вы понимаете, вопрос достаточно важный. Поэтому мы решили объявить конкурс и привлечь к этой работе наши вузы, которые находятся на территории области, с тем, чтобы, с одной стороны, знаете, получить, может быть, какие-то оригинальные авторские предложения. Будет приветствоваться и новизна предложений по мероприятиям. И, соответственно, мы не ограничиваем вузы в тех планах мероприятий, которые они нам представят. Самое главное, чтобы они были содержательны, чтобы они соответствовали тематике конкурса. И, конечно же, будет учитываться, какие категории в их понимании и за счет их сил и средств будут привлечены к повышению финансовой грамотности. И, кроме того, вот буквально вчера проходили публичные слушания, и где было сказано о том, что Департамент финансов, представляя в рамках публичных слушаний их отчет в виде бюджета для граждан, вроде бы не открыл, не все раскрыл, так скажем, направление, которое бы хотелось видеть населению. Для нас важно, и вчера Никитаевич это подчеркнул, для нас важно как раз понять, а что граждане хотят видеть. Потому что, действительно, информации очень много, и, как мы понимаем с вами, бюджет темы не самая простая. Поэтому, в том числе, в рамках этого конкурса и плана, мы ждем предложения от ВОЗов и по визуализации этих предложений. Ну, вот, Елена Васильевна, я вот сейчас посмотрел, на самом деле, полистал на Депфине как раз бюджет для граждан. В принципе, информации даже чересчур, наверное, много, потому что для простого гражданина, я считаю, что у него какие-то, может быть, у каждого отдельные интересы, а тут все в целом скопом. Вот вы говорите, что непонятно, что нужно конкретно, да, то есть какие статьи, может быть, отдельные из бюджета, а будет как-то проводиться, вот, не знаю, срез, анализ конкретно, опросы, может быть, какие-то от людей, что им конкретно нужно? А вот вы знаете, мы ведь не случайно их привлекаем в ВОЗы к этой работе. Мы хотим, чтобы они как раз проработали эту тематику и внесли нам предложение. Ну, и по итогу, я так понимаю, будет проходить обучение какое-то. Как туда будут люди созываться? Безусловно, мы, во-первых, у нас будет создана конкурсная комиссия, которая будет оценивать те предложения, те планы, которые нам представят ВОЗы. И тот ВОЗ, который, ну, по мнению конкурсной комиссии, наиболее широко и глубоко раскрывает своим планом реализации вот эту тематику, получит грант, да, грант пусть небольшой, 300 тысяч рублей, но я думаю, что это достаточные средства для того, чтобы включиться в эту работу. Мы очень рассчитываем, что у нас и педагоги, и студенты, может быть, даже профильных направлений по обучению в эту работу включатся, включая в том числе и волонтерские движения. Ну, вот просто сами-то как вы себе это представляете? Вот у меня складывается ощущение, что должны прийти люди с улицы, сесть за, грубо говоря, парт, и им рассказывают, что вот есть бюджет, он так-то формируется, вот у нас он такой-то. Или это будут получать ВОЗ грант, и они обучают своих же студентов и преподавателей, а потом отчитываются, что вроде бы все хорошо. Нет, 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 немножко не так. Нет, здесь ситуация такая, что мы предполагаем, и мы на самом деле общались с ВОЗами, их возможности участия в этой работе, то есть мы предполагаем, что это будут и разработки учебных пособий, это будут и какие-то раздаточные материалы, которые мы впоследствии можем использовать при обучении. При этом мы считаем, что это могут быть, например, материалы, рассчитанные на понимание детей, начиная от дошкольного возраста, какие-то методические рекомендации, которые мы потом, при этом мы договорились с нашим департаментом образования, что мы будем рекомендовать нашим и учебным заведениям, и вплоть до детских садов использовать эту раздатку. Кроме того, мы не исключаем, что будут, и, как я уже сказала, некие волонтерские движения по проведению, например, среди лиц пожилого возраста неких лекций или поясняющих каких-то материалов. Эта работа, она нами начата, и мы на самом деле уже провели 4 урока, вот расскажу вам в режиме онлайн, на базе Института развития образования. Участвует, очень много подключается школ, при этом, что отрадно, это учащиеся слушают отдаленных школ, которые, ну, не всегда возможно, значит, дойти до каждой школы, задается очень много вопросов, и поэтому мы считаем, что тематика очень интересная, и самое главное, востребованная. Ну, вот смотрите, это в первую очередь все-таки теория бюджета, да, то есть, что это такое и с чем это ведет? Вы знаете, мы специально мероприятие не сузили до темы бюджетной грамотности, а мы говорим о финансовой грамотности, предполагая, что сюда войдет разный спектр финансовых услуг, то есть разъяснения. Следует сказать, что вот у нас на сегодняшний день очень много предложений от кредитных организаций, от микрофинансовых организаций, и населению очень сложно разобраться во всех предложениях, нюансах и оценить правильно для себя вот те предложения, которые есть. Поэтому мы будем эти силы направлять в том числе и на просвещение наших граждан, жителей с целью обезопасить от каких-то последствий негативных, которые могут привести, вот, учитывая некую неграмотность нашего населения. Елена Васильевна, все, у нас очень мало времени, правильно все-таки я понял, что школы и детские сады сюда включаются? Каким-то образом детей тоже будут обучать? Вы знаете, на самом деле, вот, мы даем право вузам дать нам спектр мероприятий. Я сказала, что мы предполагаем, что это могут быть разные категории рассчитанные. Поэтому вот, когда получим все планы, когда их оценим, готовы поделиться теми результатами, которые у нас будут. Все, да, спасибо большое. Спасибо большое, прощаемся с вами. Елена Ковалева, глава департамента финансов Кировской области, Ольга Балезина уже появилась в студии. Новости сейчас.